Добрый вечер, друзья! Сегодня я рисую сову. Начинаем! Сейчас рисуем сову для победителя конкурса. Рисую я красками акварельные медовые, 24 цвета, классные открываются. Могут вот так вот раз доставаться и красок становится больше. Ребятам это нравится, мне тоже. Цвета друг от друга далеко находятся, потому они не смешиваются, когда вы мажете, мажете быстро, а сегодня мы будем быстро мазать и рисовать сову. Надо придумать, какая сова будет цветом. Мне хочется сегодня яркую сову нарисовать, хоть и зима, хотя нет, зима тоже такая вещь. Давайте нарисуем зимнюю сову, классную-классную, серую-серую. Так, кисточку, надо подготовить все краски. Берем кисточку такую и даже лучше взять потолще кисточку. Я всегда люблю рисовать толстые кисточки. И подготовить краски, это что? Это капнуть на каждую краску немножечко воды, чтобы краска была готова на коричневый, на черный, на зеленый, капельку воды. Это очень важно, когда вы рисуете акварелью, капнуть на каждую краску воды. Это несложно, но будет интересно. Смотри, рисуем сову так, как я люблю. По-простому и очень-очень здорово. Давай так, сова такая будет и она будет у меня серая. Вот так я сову рисую. Вот так. Раз и два. Сова. Она серая. Такая серая сова. Почему? Потому что она, наверное, полярная сова. Такая серая сова. И сразу пририсуем ей хвост. Вот такой хвост. И так вот нарисовали. Так. Звук плохой. И сохранится все на ютубе, если вы потерпите и хотите прям хорошее качество. На ютубе тоже будет хорошее качество. Сейчас мы сову рисуем. Так. Нарисовали. Сразу два таких, два крыла. Теперь-то, когда мы сову уже почти только нарисовали, такая сова у нас здоровская, да, такая. И рисую я, конечно, акварелькой. И так вот не сильно много воды наливаю, потому что обычный лист бумаги. Так. Теперь берем и рисуем нашей сове, чтобы еще нарисовать сове там. Давайте глаза нарисуем желтые. Мне нравится желтый цвет. Нарисуем желтые глаза. Яркие желтые глаза. Она сидит и ждет. Чего она ждет? Наверное, мышку хочет поймать. А какую мышку? Наверное, мышонка Пика хочет поймать. Я очень люблю этот мультик и часто читаю его с детьми. Именно мышонок Пик, наш любимый книжка про природу. И мы ее читаем часто. Такую сову с зелеными глазами. Нарисовали? Сразу берем оранжевый цвет и нарисуем ей или красноватый даже можно взять, или даже коричневатый. Какой цвет готов? Вот такой вот. О, получилось хорошо. Теперь ножки, лапки. Лапки я нарисую светло-коричневые. Вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Легко. Теперь берем коричневый. И уже коричневым нарисуем ветку, на которой сидит сова. Ветка вот здесь толстая, а здесь тоненькая. Она так расширяется. И мы рисуем зимнюю сову. Надо сказать, что это сова зимой. Все-таки мы начали сегодня зимнюю тему. Докрасим всю, всю сову закрасим серым. Теперь после этого возьмем черненький, 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 интересный цвет. И можно им хорошо рисовать. И вот так будем показывать. Так, раз, мазнем. Два, мазнем. А здесь мазнем вот так. И здесь перышки будем показывать. Перышки показываем такими волнами. Вот так вот волнами нашу сову показываем. Волнами. Волны здесь. Здесь тоже немножко волн. И перышек здесь идет. Вот такая сова. И теперь обводим ее так. И еще что у нее есть? У нее здесь тоже перышки показываем. И может быть даже, наверное, черные глаза сделаем. Такие черные глаза, черные глаза. И немножко черного вот такая. Вот такая сова. Такая немножко, немножко она недовольная, что мышку не поймала. Может быть. Но мы просто пока что рисуем просто. Теперь берем голубой цвет, смываем тщательно краску. Тщательно-тщательно смываем. Голубой цвет сейчас самый основной. Сейчас у нас зима. Снег у нас может быть не голубой всегда. Но все-таки он часто очень синий или голубой. И мы рисуем здесь наш... Попробуем здесь снег нарисовать. Вот здесь побольше снега рисуем. Вот так вот точками рисуем. Снег, 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 снег. Мы были ляпами. А здесь рисуем большими и маленькими снежинками. Идет снег. Здесь на нашу сову сыпется снег. Он уже насыпался. И мы рисуем зиму. Давайте сегодня уже... Зимняя тема будет продолжаться. Лето. Я тоже хочу возвращаться и к лету. Я не хочу забывать лето. Говорит, вот, лето прошло. Как и не бывало. Все-таки зима не такой долгий период. И потом... Новый год все-таки. Есть где повеселиться. Немножко побольше веток. Чтобы было видно, что мы стараемся. И во все стороны веточки идут. Даже зимой, да. Вот так вот они выходят. И даже, я думаю, что можно сюда добавить или фиолетового, или розового цвета. Чтобы зима была блестючая. И она сияла. Чтобы тот же самый снег, который сыпется на нашу сову, он был волшебный, что ли. Мне хочется добавить и голубого, и фиолетового. Это красиво. Я добавляю цвета так, как я хочу обычно. Сову я мог бы нарисовать и фиолетовой, и розовой. Но голубая сова, особенно серая сова с голубым снегом, очень красиво смотрится. И я хочу вот так нарисовать. Вот такая у меня сова получилась. Очень рад, что сегодня меня попросили нарисовать именно сову. Неожиданно, когда вечером, когда утром я рисую что-то, и жду, когда и что меня попросят нарисовать, это неожиданность всегда. И тогда, иногда меня просят, например, как-то нарисовать. Попросили Христа, Иисуса Христа. Это было необычно, потому что я не ожидал, что меня попросят. Я нарисовал как мог, чтобы все-таки это было возможно повторить и интересно ребятам нарисовать. Немножко добавляем везде розового. И вот наша картина готова. Она немножко запачканная, но я думаю, что ребятам понятно, что мы рисовали и как я рисовал, тоже понятно. Повторяю, что обязательно хорошо бы, когда ты рисуешь, чтобы твои краски были всегда чуть-чуть влажные. И тогда тебе легче будет набирать акварельные краски, и они будут готовы. Капельку всегда клади сразу раз на каждую краску, и тогда тебе легче будет ими рисовать. Обязательно смывай кисточку, чтобы вода и кисточка была чистая, сухая. Сегодня я нарисовал классную сову для победителя. Приходите завтра обязательно, если вы не победили сегодня в конкурсе, приходите завтра. Обязательно завтра нарисую и для вас рисунок тоже. И с удовольствием нарисую два рисунка, если вы нарисуете много рисунков, я с удовольствием посмотрю, и всем вам поставлю большущий лайк. Хороших рисунков, хорошего вечера. Занимайтесь спортом. Сейчас я пойду, ребят, отведу на дзюдо и сам займусь спортом. И, конечно же, рисуйте в свободное время. И сейчас вечера зимние, мне кажется, самое то порисовать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok